машина погружена выезжаем на вторую часть нашей охоты вторую неделю потратили очень много сил и энергии на первую охоту тяжелых охота она была красивая загрузили все вещи пополнили запас продуктов единственное что выложили лежачий скоротки потому что полевые условия не располагают их применение как бы не вижу в этом необходимости не видим в этом необходимость поэтому выложили сейчас грузимся на место здесь вас поедет собака в этом есть немножко освободилась у нас когда лежаки убрали вот еще что-то мы не стали брать чуть-чуть у нас все утряслось по полный запас воды и продуктов я уже сказал но в общем-то едем едем на охоту в северной частях области вперед все там поедешь молодец а старе революционный обязательно руки вытирать в коротке не демаскироваться иначе пусть не летит готов всегда остановился погнали трогаем черной разведки да ездим разведаем землю потихоньку отпускает ехать уже не так легко как раньше всех с праздником, с пасхой да, Христос Воскресе Христос Воскресе сегодня мы не охотимся сегодня мы готовим завтрашнюю утренку разведку делаем пока вот в одном месте нашли небольшой скопленице голов голов около тысячи наверное ну едем дальше еще время есть надо посмотреть вон по-моему там что-то такое вот видишь там вон 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 там вон каймам и надо быть там по моим теоретическим расчетам прям на ходу в бинокле смотрим где статана плюхает да он там раскручивает кусок стайка небольшая поедем поездим посмотрим цветку сделаем охота открыта на гуся уже сколько дней а второй день сегодня пасха сегодня второй день да снега это вот там обочина продавчик будет продавчик будет ну вот они поля 99 процентов закрыты болей что сказать скажу что с восьми часов мы утра дороги сейчас время 7 по саратову да ну из них из 11 часов мы где-то часов 9 по бездорожью ездили по полям по лесам по лугам вот нужен водопела мизинка водопела поля закрыли ну тут еще пару дней тепла я думаю начнут открываться поля нормально ищем ищем птицу нашли было несколько вариантов нашли в принципе можно было остаться хочется чтобы была какая-то перспектива не как у шарика не как у шарика да я думаю найдем потому что труды праведные не всегда вознаграждаются будем искать и найдем ну что я вам могу сказать если найдем завтра утрянка будет ну или дневка посмотрим как получится села уже на физические так немного на исходе но надежды мы не бросаем есть у нас еще минут сорок светового дня есть наметки едем посмотрим поглядим да так точно переехали мы на новое место там вон Юра пошел в поле на лужу мыть коврики вот так вот это пашня в пашне снега вон сколько это посадки в посадках это подсолнух заброшенный не убранный видимо плохой был а вон кстати гуси прям летят не знаю будет видно видно кричат вон Юра моет а вон гуси летят кричат вот тут мы разместились более место нашли сухое везде вода все мокрое лужистые сейчас спальное место наше в нашем джипе спальное место задних сидений нет мы здесь спим вещи выгружаем все весь наш хибар здесь палатку еще шатер не ставили ну можно будет при случае что поставить еда у нас в контейнерах таких вот лежит здесь вот один контейнер с харчами второй контейнер с харчами водки немножко тут в общем вот так вот скоротки здесь корм собачий вода собака бегает да леди в общем вот так вот а гриль у нас стоит сейчас вот я мясо буду разделывать угли разгораются на гриле а гуси вон туда полетели куда-то дальше ну в общем вот так вот остановились мы на поле поле с спросом просяное поле хорошее перспективное для гуся будем надеяться что у нас там получится охота привет что делаешь здесь грибы склад склад с чем склад в этом году ям не копались надо же выкопать яму да в этом году яма чуть легче чем чуть легче чище чем в прошлом да чище не может не радует нашу яму такая вот она яма я думаю снегу тут нам хватит поохотиться да да снега тут вот сколько выкопано так еще там точно штык точно еще штык но мы его не будем трогать чтоб водичка там уходила с под таявшим снегом вот здесь пригорочка все равно вот так такой у нас будет скрадок здесь сейчас чуть-чуть его снегу трамбуем чтоб он не так быстро таял и все готовится какой утрянки у нас не вышло сил у нас не осталось вот прям проехали больше трехсот километров бездорожье ну вот закончили изготовление скоро дочка кто это у нас там внутри не видно не совсем ничего это я ку-ку ку-ку кто в домике вот так вот через эту так сказать щель и будет производиться стрельба как стол усовывает так вообще в каждом держит там в зависимости куда она летает тихонько куда часть либо в этот второй ну там второй человек и все и стрельба самое главное здесь на стульчике сидишь а главное сухо ну вот мы определились с местом лагеря выгрузили весь наш хибар из машины проветриваем помыли спальное место застелим коврики подсохнет все и будем обиваться очень тяжелая разведка у нас была порядка 350 км по бездорожью мы махнули 14 часов в дороге сделали сейчас крадок крадок вы увидите на видео сейчас вот выгрузили просто хибар здесь не ставили даже шатер пока не видим в нем смысл погода очень хорошая сейчас у нас разжигаются угольки будем готовить мясо на гриле как обычно гриль вибер мясцо брали с собой сейчас мы его заперчим засолим замаринуем в тане и через минут двадцать уже можно будет его готовить картошечку сделаем в фольге там гусь на горизонте тянет место скоротка мы выбрали я считаю отлично здесь несколько полей прессивных немножко заметено снегом так вот выглядит пашня на данный момент также в семечке есть снег ну и скороток у нас собственно в снегу посмотрим как будет охота гусь летит гусь подтягивается это север области вот соответственно здесь немножко в этом году все по-другому но будем как говорится посмотреть и пробовать пока вот так вот ребят такой вот у нас быт такой лагерь собаку он там кого-то нашла гусек там на горизонте есть мотается мотается и среди всей округи которые мы проехали эти поля самые такие самые интересные для гуся поэтому надеемся что у нас там что-то получится ну вот у нас угли подошли я сюда еще чуть-чуть закинул свеженьких углей чтобы они разошлись картошку положили по бокам в фольге с беконом ну а сверху будем класть мясо мясо уже подошло я его выложу на противень крышку крышка противень чтобы немножко оно это сошло пошла влага где-то полчаса она у нас мариновалась в базированном тане да да с перцами с солью ну и все вот такое дело рассол мы этот оставляем в нем еще грудки попробуем смариновать все закрываем настраиваем выход прикроем чуть-чуть вентиляцию половиночку и будем ждать вот один кусочек уже мы взяли на пробу очень очень вкусно остальные сейчас уже доходят так это все выглядит заворачиваем сейчас мясо шварчит стейки наши готовятся какие-то посильнее какие-то послабее на краях подвинем его сюда а этот переместим сюда самый жар у нас по центру сбоку у нас готовится картошка картошку тоже сейчас можно перевернуть возьму вторую лопатку вот так вот раз другим бачком углям раз 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 очень удобно работать щипчиками прелесть на место все возвращаем закрываем оп и ждем ну что уже съели половину хорошо сидим да я не знаю красота картошечка подходит бекончик шкварчит да мок так мясо можно снимать сейчас снимем кайфуешь зверюга над солнышке хорошо тебе притемарило моргаешь через раз да ну что ты уход какая горячая грейся 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 у нас ледяная избушка готова готовься готовься давай и одного вон живой нет живой и одного только три раза быстро здесь 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 леди здесь 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 Юр прими леди леди нет нет эй борт стоять бэк не не верю не красиво зашли зашли красиво я думаю вот этих будут Они просто ломанулись! Ёлки-палки! Олгуменчик Нет Льет! Льет! Бок! Хе! Вон он, наверное... Бок! А, вон он Вон у него Леди! Хе! Хе! Одного, блять! Только Я тоже одного Двух Враг дыменец Я тоже но очень неудобно как разный стороны опять давай ружье выходи гильзы на собрать давай давай один туда куда-то на воду кидай сюда просто иди ворк да у меня молодец ливот иди погуляй ливот иди гуляй аккуратненько я только одного я двух его тот он машет быстро задних я я вон кто-то перес кого-то да это быстро как лепят они опять все перемешку я хочу встречать леди хер догоняй 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 четырех не надо не надо давай давай я я я я это тешку я пришелся смотри я леди завязали здесь вот я я я забирай леди вот я я хер here! Бак! Снег, снег, смотри, упал в снег, провалился, достать не может. Откапывай, елки-палки, леди! Смотри, Юн! Юн! Таня, ты его закрыл оттуда. Ребята, это надо видеть, смотрите, что делает собака, не может достать гуся. Провалился в снег. Ну что-то, леди, достать не могла. Хороший налет был. Ливот, 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 иди того доставай. Давай. Иди, достань. Иди, откапывай гуся своего. Леди! Застрял гусь, да, леди? Ни хуяся. Хорошо, у нас прям возле стопок, да? Да. Давай, перехвати нормально. Here. 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 Хе-хе-хе-хе-хе. А, не хочешь сюда, а ты ж какая? В калитку несешь. Here. Леди! Все. Молодец. Ливот, 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 ливот. Ливот. Молодец. Ну что, Юсуф, скажешь, подходит к концу, начало сезона. Быстро время летит, да? Быстро. Сколько мы накрутили с тобой по степям, по полям, по лицам? Под тысячу? Нет, какой под тысячу? Под две тысячи километров, да. Вот так. За две недели. За две недели гусь крутят там далеке. Там, там. В общем-то все. Идем после утрянки. Сейчас с птицей надо что-то сделать. И будем кушать, спать. Да, поспать бы желательно. Вчера после утрянки не спали, поехали на разведку. Весь день разведывали, как обычно. Сегодня опять на утрянку. Надо бы и поспать теперь. Да. Дорога тяжелая. Бездорожье. Снег везде лежит. Все в снегу. Все. Вся кукуруза. Молодец. Молодец.